Всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я полководец клана Северные Волки. Это полк по Сибири и Дальнему Востоку, цех 30БМ. Как и обещал, запишу для вас видеоинструкцию о том, как создать вебинар и провести вебинар на YouTube. Короче, заходите в YouTube. Если у вас канала своего нет, вы создаете. Ищите в Google, как создать канал, это несложно. Вот вы создали канал, жмете на иконку вашего канала, здесь жмете Творческая студия. Творческая студия, интерфейс открывается, здесь жмете Прямые трансляции. В прямых трансляциях вот здесь жмете Все трансляции. Здесь у вас будет интерфейс трансляций, да, у меня здесь уже есть готовые трансляции, но вам нужно создать новые. Нажимаете Создать трансляцию. Вот у вас интерфейс создания трансляций. Здесь выбираете «Быстрая трансляция», потому что в Hangouts провести реально проще и быстрее. Трансляция через Google Hangouts. Здесь ставите, например, открытый доступ, если вам нужно, чтобы все ваши участники в YouTube-канале посмотрели. Либо доступ по ссылке, если вы конкретно эту ссылку будете рассылать по вашим участникам потенциальным и не хотите, чтобы вебинар смотрели все участники вашего канала. Здесь пишите название «Как стать веб-дизайнером, если ты новичок». Указываете дату и время, например, 12, 12, 22.00. Здесь пишите описание, что будет в программе, там 1, 2, 3. И прикольно, если у вас будет call to action. CTA – это ссылка на целевое действие. Например, «Перейди по ссылке и получи подарок». «Перейди по ссылке и зарегистрируйся на базовый марафон». Вот. Все, короче, здесь готово. Здесь теги можно ставить, можно не проставлять. Нажимаете «Создать трансляцию». Здесь система будет думать некоторое время. Здесь вы увидите статус «Изменения» сохраняется. Можно попить чайку, водички пока, потому что это требует времени. Или почистить зубы. Вот. Короче, вот у вас трансляция создалась. Да? Я создал вот эту трансляцию. Время – начало 12 июля 22.00. Да? У вас в этом интерфейсе, если у вас не было никаких других трансляций, будет одна трансляция. Значит, чтобы ссылочку получить для участника, вы открываете в новом окне, ну, типа, тыкаете на заголовок, вот у вас открывается новое окно, и копируете вот эту ссылку. Вставляете ее в рассылку, рассылаете своим участникам, выдаёте после регистрации на вашем Windows. Главное, чтобы у всех участников перед началом вебинара была вот эта ссылка. И нажимаете «Начать видео встречи Hangouts» в прямом эфире для того, чтобы протестировать. Всегда нужно тестировать трансляцию перед началом, потому что могут быть всякие разные косяки с камерой, с микрофоном, со звуком и так далее. Вот вы нажали, у вас открылось такое окно. Здесь есть левое меню, есть верхнее меню. Вам нужно убедиться, что у вас все ништяк работает. Если у вас нету здесь вашего видео, значит, у вас что-то не так с камерой, либо ее тупо нет. Если у вас нет камеры, берете, покупаете камеру, подключаете к компу, настраиваете, чтобы у вас видео появилось. Чтобы убедиться, что у вас все здесь подключено, нажимаете «Настройки», здесь у вас должна быть ваша веб-камера, здесь у вас ваш микрофон. Проверить, работает ли микрофон можно вот здесь. Если микрофон не работает, тогда вам нужно разобраться, либо подключить какой-нибудь внешний микрофон. значит звук по умолчанию это ваш личный звук там со спикеров можете его проверить вот здесь нажимаете сохранить вас вот здесь вот загрузилась все и появится такая зеленая кнопка начать трансляцию вот для удобства да я транслирую на одном экране на одном мониторе смысле если у вас два монитора тогда все круто я делаю примерно следующее мне нужно увидеть чат поэтому я это окошко с чатиком уменьшаю чтобы чат остался но чтобы место меньше занимал вот так примерно не вот это окно с трансляции чтобы себя видеть я ставлю примерно вот так если у меня есть презентация я ее открываю отдельным окном вот я на маке использую просто просмотр можно кинул использовать может чего угодно алгоритм для винды он примерно такой окей и когда я показываю презентацию мне нужно чтобы показывалось мое лицо в том числе потому что обычно google кангалов нафига не показывает ваше лицо поэтому я использую пробу называется квик камера и ставлю свое лицо и по примерно вот здесь ну то есть в правом нижнем углу под чатом как раз тут всякая фигня и закрываю ее полезно лицо значит дальше я перехожу когда убедился что у меня все готово все работает я перехожу сюда и нажимаю начать трансляцию трансляция начнется запись будет максимально продолжительность трансляции 8 часов все круто нажимая окей вот дальше если мне трансляция пошла да вот меня здесь появилась кнопка завершить ни в коем случае если вы не закончили вебинар не нажимаете кнопку завершить потому что вам придется создавать новый вебинар копирует новую ссылку отправлять ее участникам и в общем вы потеряете на этом большей части аудитории вебинар дальше если мне нужна демонстрация я нажимаю сюда показать экран убираю здесь окно программы вот или весь экран и обычно делаю весь экран нажимаю поделиться здесь я просто открываю свою презу вот и в итоге у меня получается примерно следующее для пользователя допустим сейчас он прогрузится вот преза лицо чатик чатик дублировать не обязательно если у вас второй монитор есть можно просто презу шарахнуть вот так ну если вы где-то читаете чат можно сделать широкоформатный привет тоже будет прикольно у участника это будет примерно вот так и когда вы начали вебинар спросите у ваших участников слышно ли вас видно все ли ништяк и они здесь будут писать комментарии в стиле комментарии я обычно когда начал вебинар то кнопку нажал спрашиваю ребята привет там меня дмитрий чернов завод для тех кто не знает напишите пожалуйста как слышно как видно и первые пять минут трансляцию я беру просто на подготовку как только я вот здесь получаю ответа что все слышно видно все ништяк давай начинай я начинаю ну я веду обычно снова то и у меня вот такой интерфейс я вообще не парюсь нормально если мне что-то нужно записать там дополнительно да то есть дополнительную видеозапись получит я использую программу вали стрим рекорде в принципе на этом все как только вы проведете вебинар вы просто нажмете но завершить я запись автоматически появится на youtube все если есть вопросы можете задавать желаю вам офигенного вебинара всем пока